Уподобление и подражание кому-то указывает на то, что тот, кто уподобляется, считает себя ниже того, кого он уподобляется. Поэтому мы видим, братья, как говорят ученые-историки, если ты хочешь посмотреть силу той или иной общины, силу той или иной общины, посмотри, является она ли предметом подражания для других общин. Если другие общины начинают им подражать, даже если та другая община имеет военный арсенал намного сильнее, чем та, за которым подражать, все равно это автоматически считается ниже. Две империи. Две империи. Одна находится на востоке, другая находится на западе. И та, которая на востоке, брать себе или на западе, одна из этих империй бьет себе в грудь, что у нас самое сильное оружие на земле. Самая сильная армия у нас, самая сильная ядерная мощь у нас и так далее и так подобное. Хорошо? Давайте съездим в эту страну, в эту империю и в эту. Едем в эту империю и видим, что те рестораны, те кафешки, те, как называется, общепиты, которые в этой стране почему-то считаются Starbucks, McDonald's, KFC, считаются, как это называется, модно, правильно же? Стильно. И все стараются в своем городе открыть вот эти вот общепиты, правильно ли? При том, что бьем себя в грудь, что мы самые мощные общепиты, правильно? Давайте едем туда и почему-то не видим, что там пекут что-то куличи, и никто там борщ почему-то не готовит, и нету ресторана пельменного, в который бы очереди бы стояли при открытии. Слышали-ка на теле, нет? Так кто сильная община? Понимаете? Сильная община это та, за которой следует. Та, которой подражают. Слышим тут, говорит одни, окей, yes, ah, ну, через слово, английское слово, и почему-то там не слышим. Да, ничего себе, блин, даже слово не слышим, чтобы там эти общины люди вставляли между слов. Так кто сильная община? Понимаете? Поэтому люди, собханала, каждый должен посмотреть, как ты разговариваешь. Например, если ты живешь в России, из Татарстана, допустим ты, сделай так, чтобы ваш болеш, ваш национальное блюдо, было таким блюдом, который бы хотели где-нибудь в Чили открыть, и очередь бы, и просили бы у тебя франшизу на открытие ресторана по изготовлению болеш. Вот тогда бы ты считался тем сильной общиной. Понимаешь? Или, например, на Кавказе там хинкал, или в Средней Азии там, не знаю, бешпармак, пельмени, манты там, или плов и так далее. Понимаете? Да, эти вещи, мы на них не обращаем внимания. Это всего лишь примеры, братья. А вы посмотрите, как вы одеваетесь. А вы посмотрите, как вы разговариваете. А вы посмотрите, как вы обустраиваете свой быт. А вы посмотрите на фотографии, которые вы ставите у себя в соцсетях. А вы посмотрите на страницы, на которые вы подписаны. Каких актеров и так далее. И посмотрите, подписаны ли на вас эти актеры. Из-за ваших обычаев, из-за вашего языка. Какой они слышали, чтобы актеры говорили, я так уважаю вот эту вот республику стран Советского Союза. У них такие хорошие. Это вот я подписан на эту республику на странице представителей этой республики. Вы когда-нибудь слышите? Вот, братья, вот это и есть суть чего? Сильная община. Сильная община. Потому что слабая община, она всегда старается подражать кому? Сильная община. И вот тут мы понимаем, почему пророк, салаллаху, алейсалям, сказал, не просто так сказал. Это не просто констатация факта, что кто подобился народу, тот один из них. Это пророк, салаллайсалям, сказал, для того, чтобы нас предостеречь, нашу общину. Значит, первый, баракалуфикум, вид любви, это любовь из-за чего-то мирского. Человеческая душа, братья, слабая. У Аллахи, братья, человеческая душа слабая. Я поэтому предостерегаю, в первую очередь, самого себя, а потом всех остальных. Закрывайте все двери, которые могут привести вас к любви, к неверующим, подражанию к ним. Закрывайте все двери, которые могут привести вас к симпатии. Закрывайте это для себя, для своих жен, для своих детей. И в Аллахи, человеческая душа слабая. Вы сами не заметите, как вы в это можете попасть. Посмотрите, братья, где и на что вы подписаны, сестры. Посмотрите, что вы смотрите. Посмотрите, где ваши жены и дети. Что смотрят, что читают, куда подписаны, с кем общаются. Потому что этот первый вид любви, любовь к неверующим людям, и подражаниям, и симпатия к ним, это является грехом в религии Аллаха Субхану Аталь. То есть ты берешь за это грех. Многие люди, мы часто об этом говорим, думают, что грех это только органами грех совершается, языком братья. Самые страшные грехи, это грехи сердец. То есть есть человек, который говорит, да, альхамдуля, я не пью, я не курю, я не ворую, и на рыба не зарабатываю, я рыба не делаю. Но при этом, видишь, поставил себе такого актера фотографию. Или же женщина делает себе прическу такой актрисы. Или ставит себе ее фотографии и так далее. Аллах, если бы, может быть, ты пила и курила, и так далее, то намного было бы грехом меньше. Потому что это грехи органов. А это любовь к неверующим, грех чего? Сердце. А грехи сердца. Сердце это страшная вещь, братья. Первым, кем будет разожжен огонь? Кто первый попадут? Фараон? Абу-ля-габ, абу-джагль? Нет. Первые в огонь попадут люди, у которых были грехи чего? Сердец. Павел сказал, первый, кто зайдет в огонь, это кто? Тот, кто обучал людей Кур'ану. Или же алим. Второй, это тот, кто делал джигад. Третий, это тот, кто давал садака. И когда человек Всевышний, Аллах, субхану-ля-габ, воскресит этого алима, того, кто обучал людей Кур'ану, и спросит о тех милостях, напомнит, которым он его наделил, скажет, как ты их отблагодарил? Он говорит, я, говорит, обучал. То есть изучал Кур'ан, сам обучал. Ради лика твоего, он скажет, врешь ему, скажет, ты это делал для того, чтобы про тебя сказали алим. О кадкиль. И ты получил свою награду. Да, люди про тебя сказали алим. О кадкиль. О кадкиль. И точно такой же вопрос будет задан муджайдову, такой же вопрос зададут тому, кто расходовал имущество в телах. То есть первый, кем будет разожжен огонь, или первый, кого бросит в огонь, это тот, кто попадет в огонь из-за грехов, сердец. Поэтому делайте постоянную ревизию в сердцах. Делайте постоянно. Не мунафиг. Аллах сказал про мунафигов. То есть мы упомянули сейчас первый, кто будет брошен в огонь. В самом дне ада кто будет? Тот, кто внешне был мусульманином, но в сердце был лицемером. Им на мунафиг. И на фиддаркиль. Ас-фалиминаннар сказал Всевышний Аллах. Поясни мунафиг на самом дне ада. Поэтому посмотрите на свои сердца. Есть ли в них любовь к неверующим или нет? Это значит первый вид любовь к неверующим из-за чего-то мирского. Братья, есть разница, и мы об этом еще дальше скажем, между тем, что тебе нравится что-то, из того, что сделали неверующие. Тебе нравится айфон, тебе нравится самсунг, тебе нравится тесла, тебе нравится тойота, тебе нравится то, что они сделали. В этом греха нет. Но любить того, кто придумал самсунг, любить того, кто сделал эпл, любить того, кто сделал тесл, восхищаться тем, кто сделал тойоту, вот в этом вот проблема. Понятно разница между вещами? Барак и Лофик. Потому что верующий смотрит на эти вещи, тот, кто создал самсунг, это Аллах ему внушил, чтобы он создал самсунг. научил человека тому, чего он не делал, чего он не знал. Того, кто создал эпл, это Аллах его научил, ему внушил. Ваалям Адам Алясма Акуляга научил Адама всем именам, вот точно так же, его потомство, Всевышний Аллах внушает, одному сделать эпл, другому сделать самсунг, третьему сделать тойоту, четвертому сделать тесла. Поэтому восхищаться вещами, созданными неверующим, проблем нет. Но восхищаться этими неверующими, вот тут вот проблема. Потому что Всевышний Аллах сказал, ума я таваль науминку, фаим наумингу. И тот, кто из вас начнет их любить, лишь брать их своим помощником, то он будет считаться одним из них. Второй вид любви, первый, значит, это харам из-за мирского, второй вид любви, это называется тавали. Это любить неверующего из-за его религии. Любить неверующего из-за его религии. То есть ты восхищаешься гнепоклонникам и его религии, гнепоклонничества. Восхищаешься индусам и его религии йогой. Потому что йога это религия. Вы посмотрите, эти многие мусульмане в наше время занимаются, йога по сути дела, это как говорят сами индусы, это говорит, когда из человека делается сверхчеловек, или же бог, они говорят, «Бог, человек, насаллаха, аляфу, аляфи». Путем вот этой медитации, упражнений и так далее, и тому подобное. «Насаллаха, аляфу, аляфи, аляфи». Как мы молимся для того, чтобы наш иман вырос, они также йогой занимаются, чтобы их иман, как они об этом возомнили, вырос. И вот если ты любишь индуса какого-то, из-за его буддизма, то ты становишься неверующим в Аль-Язубельдам. И третье, братья, вид любви, это называется естественная любовь. То есть, как, допустим, у какого-то мусульмана родители неверующие, и он любит их как родители. Или же у какого-то мусульманин женился на христианке, или же иудейке, и мы с вами брали на прошлый урок, что это дозволено. И понятное дело, что человек, когда живет с женой, любит ее как человека. Правильно или нет? В этом проблем, Барак Луфикум, нет. Как пророк, сказал салам, любил своего дядю Абу-Талиба, при том, что он был многобожник, и Всевышний Аллах даже сказал, ты не можешь повести по прямому пути того, кого ты любишь. Однако Аллах ведет того, кого пожелает. Значит, вот в этих вот вопросах, и тот, кто из вас берет их себе в друзья, то он один из них, значит, если он берет себе их друзья, любя их религию, то он становится из них, имеется в виду, становится неверующим. Если он берет себе их друзья из-за мирских, то есть начинает любить из-за мирского чего-то, то он один из них становится, имеет судо, он приобретает качество этих людей и попадает в очень большой грех. Пусть Всевышний Аллах, Субхану Анаталию, обережет. И поэтому Всевышний Аллах, Субхану Анаталию, описал тех, кто берет их себе в друзья, как? Инн Аллах, ля ядил калмазу алимин. Воистину Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Этот человек несправедливый, который начинает любить неверующих. Братья, любого мусульманина, задай вопрос. Если кто-то, если кто-то будет поносить день и ночь твоего отца, если кто-то будет поносить день и ночь твоего отца, представьте, какой-то человек будет день и ночь говорить, что твой отец прелюбодей, твой отец гомосексуалист, твой отец вор, твой отец такой, твоя мать вообще проститутка, скажет, твоя мать такая-сяка и так далее, и так подобное. Ты когда-нибудь будешь делать такую же прическу, как у того, кто плохо про твоих родителей говорит? Ты когда-нибудь будешь носить такую же одежду, восхищаясь их одеждой, которую носит тот, кто поносит твоих родителей? Ты когда-нибудь будешь ставить фотографию себе в Инстаграм? Вот женщина какая-то поносит твою мать, а потом эта женщина поехала в Пакистан и одела хиджаб. Потому что в Пакистан поехала. Одел хиджаб. И ты поставишь ее фотографию себе в Инстаграм? Потому что та, которая поносит твою мать, просто одела платок, потому что поехала в Инстаграм. При том, что она продолжает поносить твою мать. Или нет? Какой-нибудь мужик поносит твою мать и одел тюбитейку, или же одел шимах платок арабский, когда поехал в Эмираты купаться на пляж. Ты его поставишь себе? Нет. А почему мы делаем того, кто поносит нашего Господа, нашего Творца, восхищаемся, и мы берем себе предметом подражания? Братья, это важный вопрос, и сестры, о котором я сейчас сказал, на это нужно обратить внимание. В этом аяте, братья, как мы сказали, указание на то, что тот, кто не любит неверующих, является несправедливым. Второе, братья, указание на то, что любовь неверующей является причиной лишения прямого руководства. Потому что Аллах сказал, Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. И выше указал, кто эти несправедливые люди, это тот, кто любит неверующих. Поэтому ты в наше время думаешь, почему такое количество мусульман, огромное, в наше время, и так далеки от истины, и совершают такие грехи и так далее. Да потому что они любят неверующих. Аллах не ведет их по прямому пути. Не указывает им, не внушает им истинный путь, баракалуфикум. Однако, очень важный вопрос. Обращаю внимание каждого. Когда мы, баракалуфикум, говорим об отсутствии к любви неверующим, мы говорим, о что? О делах сердец. Это ни в коем случае не подразумевает под собой несправедливое отношение к ним. Это ни в коем случае не подразумевает под собой, чтобы человек дозволял для себя их кровь, их имущество. Это ни в коем случае не подразумевает. То, о чем мы говорим, это о делах каких? Сердец, братьев. Потому что любовь и отсутствие любви связаны с чем? С сердцем. Всевышний Аллах говорит в Куране, мы когда говорим об этих темах, мы должны говорить о них в совокупности. Всевышний Господь говорит да, эти аяты мы прочитали, где Всевышний Аллах запрещает нам брать их себе в друзья. Но это значит, что мы должны теперь их обижать, бить, избивать, воровать, убивать, как это делают некоторые люди. Нет, это делают только кто, как мы говорят, косые или одноглазые мусульмане, подобные иудеям, которые смотрят на шариатские тексты одним глазом. Аллах сказал, это качество иудеев, сказав, описав иудеев, как? А фатуми, ну, набибад, ль, китай, бил, такфуру, набибад, неужели вы верите в часть Писания и не верите в другую? Мы, когда говорим о неверующих, об отношении к ним, должны смотреть на все шариатские тексты в совокупности. Вот в этом аяте, суре, мы видим запрет любить, а любовь это дело сердца. Хорошо, а как мне теперь относиться к тому, кто не является мусульманем? Аллах, Субхан Талли, говорит, братья, Куран, вы обратите внимание на эти два аята, удивительные слова Господа Субхан Алтали. Аллах не запрещает вам быть добрыми, добрыми. Доброта в чем? В поступках. И справедливыми в чем? В поступках. К тем, которые не сражались с вами за религией. То есть тот, кто не сражается, не воюет с тобой за твоей религией, Аллах не запрещает тебе быть к нему добрым, быть к нему справедливым. И те, кто не изгоняли вас из ваших жилищ, Аллах не запрещает тебе быть к нему добрым и справедливым. И обратите внимание, воистину Аллах любит беспрестастных или же справедливых. Здесь говорит именно Аллах, когда говорит о чем? О деле сердце. Аллах не ведет по прямому пути народ несправедливый, те, кто любит неверующих. А здесь наоборот говорит, что Аллах любит справедливых. То есть Аллах тебе говорит, ты сердцем ненавидь, но поступками каждому неверующему, кто не воюет с тобой, не сгоняет тебя из своего дома, относись хорошо, будь справедливым. И это есть суть твоего призыва этих людей к чему? К исламу. И поэтому Баракулуфикум, как говорит человек, Мухаммад ибн Салиху-Люсаймин, некоторым можно ли говорить, допустим, например, об иудеях, что они являются братьями обезьян и свиней, потому что Всевышний Аллах когда-то их превратил в обезьян и свиней. Он говорит, что глупо и неразумно говорит, говорить об этом, обращаясь к ним, сказать, о, брат обезьяны, иди сюда, я тебя призваю к славу. Это тупо, извините меня за выражение. Если ты сообщаешь и говоришь, что кто-то из их предков был превращен в иудеи, обезьян и так далее, то в этом проблем нету, Баракулуфикум. Да, и некоторые сахабы использовали, как оба Адаму Саламит, рады Аллану, говорил, обращаясь к иудеям, у братья иудеев и христиан, но это было во время стычки, во время военного похода, или же во время, то есть, как говорится, ну, не в мирные времена, Баракулуфикум, не во время призыва. Поэтому Аллах, Субтитры говорит, Баракулуфикум, Аллах любит беспристрастных, или любит же справедливых. Значит, это и есть суть чего? Справедливости. То есть, справедливо это относиться к чему? К христианам, иудеям, и другим многобожникам? Как? Хорошо. Дальше Аллах, Субтитры говорит, Поистине, Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за религии, и выгоняли вас из ваших домов, и помогали кому-то выгонять из ваших домов. То есть, чтобы вы брали себе их в помощники-друзья. Видите, в этом аяте подтверждение Сур-Амайда. А тот, кто берет их себе в помощники-друзья, является беззаконником. Значит, мы, Баракулуфикум, отсюда понимаем, если Сур-Амайда, аяты из Сур-Амайда, сравнить Баракулуфикум с этими аятами, мы видим, что залимом, несправедливым является тот, кто дружит с такими неверующими, которые воюют с мусульманами и так далее, и тому подобное. Если же это миролюбивые и так далее, и тому подобное, то тебе приказано с сердцем проявлять к нему неприязнь, а органами относиться к нему справедливо. Поэтому, братья, нет проблем быть справедливым к ним. Нет проблем проявлять доброту и благие нравы к ним. Тем более, если он твой родственник или твой сосед. Потому что, если вот неверующий человек твой родственник, то у него еще есть право поддержки родственных усть. Если он твой сосед, то у него еще право соседа есть. Нет проблем торговать с ними, что-то им продавать, что-то у них покупать. Нет проблем, как мы сказали, любить то, что они сделали, будь это телефоны, машины и так далее, но не надо любить их. Нет проблем отвечать на их приглашение, если они позовут тебя в гости. Нет проблем принимать их подарки. Даже можно давать им садок, а даже можно иногда им давать подарки. В этом проблем никаких нету, барак луфикум. Поэтому не надо путать между делами сердец и между делами органов. Понятен этот вопрос? Аллаху а'алам. Аллаху а'алам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok